Создал телеграм бота, но им почему-то никто не пользуется. Создать бота это только половина успеха. Без правильного продвижения даже самый крутой бот может остаться незамеченным. Телеграм это огромная платформа, где ежедневно появляются сотни новых ботов. И если ты не знаешь, как выделиться среди них, шансы на успех резко падают. В этом видео я расскажу про самые эффективные способы, как сделать так, чтобы люди не только находили твоего бота, но и активно им пользовались. Разберем бесплатные способы для органического роста и платные методы для быстрого результата. Ставь лайкос под видос, на связи лайкус, а мы начинаем. Итак, первый способ, который поможет продвинуть бота, это правильное использование ключевых слов. В телеграм поиск работает по юзернейм, названию и описанию бота. Поэтому важно правильно подбирать слова, которые могут ввести пользователи. Использование тематических ключевых слов в этих полях повышает вероятность того, что бот появится в результатах поиска. Например, если бот публикует новости, полезно указать конкретные тематики. Такие как новости технологий, искусственный интеллект, новости ютуб и так далее. Но не стоит использовать слишком общие слова, например, просто новости. Это не поможет выделить бота. Чтобы подобрать ключевые слова, важно понимать свою аудиторию. В телеграм установлены ограничения на количество символов, названии, описании и графе, что может этот бот. В названии максимально допускается 255 символов. Но если его сделать очень длинным, оно будет выглядеть примерно вот так. Лучше делать его лаконичным. До 15-25 символов. Чтобы пользователи могли легко его прочитать. Чем короче название, тем с большей вероятностью оно будет показано полностью. Но в некоторых интерфейсах телеграм, оно все равно может обрезаться. Здесь важно найти баланс между количеством ключевых слов и краткостью названия. Но если даже название будет из одного ключевого слова или бренда, это уже неплохо. Что же с описанием? Правильнее его называть about или информация о боте. В нем допускается 120 символов. Также допускается перенос строки и использование стандартных эмоди. Это описание пользователи видят, когда отправляют ссылку на бота своему другу или по нажатию на название бота вверху. Здесь стоит прописать грамотное описание функционала бота с использованием ключевых слов. Описание же, что может этот бот, позволяет использовать 512 символов, также с переносом строк. Но самое интересное, сюда можно поставить картинку для визуального оформления бота. Это описание я рекомендую составить следующим образом. Вначале четко прописать основную функцию бота с умеренным использованием ключевых слов. Важно не перегружать текст ключевыми словами, иначе это будет выглядеть как спам. Далее стоит разделить текст на абзацы, чтобы информация воспринималась легче. Затем можно указать основные возможности бота, команды для взаимодействия и призыв к действию. Например, если при запуске бота пользователю предоставляется пробный период использования платного функционала, об этом также можно написать. Также на появление вашего бота в поиске влияет количество пользователей. Чем больше пользователей, тем выше бот будет показываться. Но также влияет количество пользователей с подпиской Telegram Premium. Пользователи с подпиской оказывают большее влияние на позицию бота в поиске, чем пользователи без подписки. Отдельно затрону создание правильного юзернейма. Юзернейм выбирается при создании бота в Botfather, и в случае чего вы его не сможете изменить. Если вы через какое-то время проведете ребрендинг, чтобы перевести бота с одного юзернейма на другой, нужно создавать нового бота в Botfather и подключать его к платформе. Пользователей таким образом перенести будет невозможно, разве что провести рассылку пользователям, что бот переехал на другой аккаунт. Но это максимально неприятно. Именно поэтому при создании юзернейма подберите его максимально грамотно. Юзернейм может быть только на латинице, допускается использование цифр и знака нижнего подчеркивания. Окончание должно быть на бот. Или таким, или таким, или даже таким. Это все допускается. И если ваш желаемый юзернейм уже занят, можно просто поиграться с окончанием. Иногда помогает. Третий способ продвижения – создание телеграм-канал. Этот метод косвенный, но позже вы поймете его пользу. Если у вас проект только стартует. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! И вы планируете набирать аудиторию с нуля, создайте телеграм-канал. Или же, если у вас уже есть телеграм-канал, то используйте его как площадку дополнительного привлечения пользователей. Дело в том, что поиск телеграм-канал устроен немного иначе, чем гугл или тот же ютуб. Он учитывает юзернейм, название, описание и активность пользователей. Не важно, телеграм-бот это или канал. И не использует сложные алгоритмы ранжирования. На ютуб, да и почти как в любой социальной сети, все просто. Пишешь максимальное количество ключевых слов везде, где можно, но в меру. В ранжировании и в поиске влияет все текстовое наполнение. И статистику по поиску можно посмотреть с помощью специальных сервисов. Google Trends, Яндекс.Фордстат или VidaIQ. С телеграмом же все сложнее, так как поиск не отслеживается напрямую. Именно поэтому поиск мало кто рекомендует как способ продвижения в принципе. Но телеграм-каналы в поиске часто ранжируются выше, чем боты. Особенно, если у них высокая активность. Именно поэтому, применив первый пункт ролика и использовав ключевые слова в названии и описании канала, можно привлекать пользователей в бота через телеграм-канал. Например, добавив ссылку для перехода в бота в закрепленном сообщении. Четвертый способ. Продвигать бота на других площадках. Например, создавать контент для других социальных сетей. Ютуб, Ютуб Шортс, Инстаграм, Рилсы, ТикТоки. Все, 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 все прочее. Этот способ требует времени и навыков в создании контента. Поэтому подходит не всем. Но для тех, кто не готов самостоятельно создавать контент, есть пятый способ. Делегировать создание контента уже успешным автором. Речь, конечно же, о рекламе. Можно рекламировать своего бота или канал, связанный с ним, в других телеграм-каналах или любом другом контенте. В статьях, роликах на Ютуб, ТикТок и так далее. Для этого нужно найти канал или аккаунт, который соответствует тематике телеграм-бота и имеет нужную нам целевую аудиторию. Аудитория здесь даже важнее, чем сама тематика канала. Например, если бот про финансы, то нам нужны каналы по инвестициям, саморазвитию и тому подобное. Затем создаем продающий пост, в котором коротко описываем, что умеет бот, в чем его польза, добавляем скриншоты, гифки или видео, а главное, ссылку для быстрого запуска. И договариваемся с админами. Связываемся с владельцами каналов, обсуждаем цену и время размещения. Обычно реклама работает от 24 до 48 часов, но в некоторых каналах она остается навсегда. Диапазон стоимости такой рекламы невероятно большой. От нескольких сотен рублей в небольших каналах, до десятков и даже сотен тысяч рублей в крупных сообществах. Плюсами данного способа является прямой доступ к целевой аудитории. Если выбрать канал с подходящей тематикой, можно привлечь именно тех пользователей, которым реально нужен ваш бот. Это повышает конверсию и снижает стоимость привлечения одного пользователя, а также быстрые результаты. В отличие от бесплатных методов продвижения, реклама в телеграм-каналах начинает работать сразу после публикации. Уже в первые часы можно увидеть прирост пользователей. Минусом же является высокая стоимость в популярных каналах. Чем больше подписчиков в канале, тем дороже реклама. В нишевых каналах с активной аудиторией цены могут достигать сотен долларов за один пост. А также ограниченный срок действия. Реклама в каналах быстро уходит вниз в ленте, а в чатах ее могут просто не заметить из-за активного общения. Это делает результат краткосрочным и для постоянного трафика нужно запускать рекламу регулярно. Также отдельно упомяну таргетированную рекламу по типу Яндекс.Директ, Гугл Эдс, ВК и множество других сервисов. Несомненным плюсом здесь является то, что с помощью гибких настроек таргета можно точно выбрать круг пользователей, которые увидят рекламу и не тратить деньги на нерелевантных пользователей. Главный минус – сложность настройки. Если сделать это неправильно, можно слить бюджет без результата. Шестой способ – таргетированная реклама в Телеграм Эдс. Телеграм предоставляет собственную рекламную платформу, где можно продвигать ботов, каналы и другие проекты, в том числе внешние сайты. Реклама отображается в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков в виде небольшого текстового объявления с кнопкой. Ограничение текстового блока – 160 символов. Плюсом является реклама в самом Телеграм. Пользователи остаются внутри платформы и не нужно переманивать их с других сайтов. Также эта реклама мало кого раздражает и охватывает крупные каналы. Можно попасть в каналы с сотнями тысяч подписчиков. Минусами же является минимальный бюджет в 1500 евро, ограничение формата, кроме короткого текста и кнопки ничего добавить нельзя, и мало данных для аналитики. Телеграм Эдс – это хороший инструмент для большой рекламной компании, но для маленьких бюджетов он не очень подходит. Да, есть специальные сервисы, которые покупают такую рекламу оптом, а затем перепродают ее, позволяя снизить столь высокий порог входа. Но для этого лучше использовать проверенные сервисы. Седьмой способ – сарафанное радио. Сарафанное радио – это естественное распространение информации о боте среди пользователей. Если бот полезный, удобный или интересный, люди будут рекомендовать его друзьям. Это бесплатный способ продвижения, который работает особенно хорошо в узких нишах или с оригинальным функционалом. Например, если бот предлагает уникальные функции, пользователи сами захотят им поделиться. Чем интереснее бот, тем выше шанс, что его начнут обсуждать в телеграм-чатах и сообществах. Но сарафанное радио – это неуправляемый процесс, и сложно гарантировать, что пользователи действительно будут делиться ботом. Чтобы усилить эффект сарафанного радио, можно внедрить реферальную систему, при которой пользователь получает бонус за привлечение. В этом случае сарафанное радио становится управляемым. Люди не только делятся ботом по собственной инициативе, но и мотивированы получать награды. Это особенно эффективно, если бонусы имеют ценность для пользователя. Скидки, дополнительные функции, эксклюзивный контент или денежное вознаграждение. Например, в финансовых ботах можно начислять кэшбэк, а в игровых – виртуальную валюту. Использование реферальной системы в сочетании с сарафанным радио создает эффект снежного кома. Чем больше людей делятся ботом, тем быстрее растет аудитория. У меня на канале уже был ролик про создание реферальной системы. Если интересно, ссылка будет в конце ролика. Главный плюс реферальной системы – это автоматическое привлечение пользователей без необходимости тратить большие бюджеты на рекламу. Она, то есть реферальная система, позволяет мотивировать текущих пользователей быть активными участниками продвижения. Минусом же является риск злоупотреблений, если реферальная система неправильно настроена. Также очень хороший способ бесплатного продвижения – это геймификация. Геймификация в телеграм-ботах может включать систему уровней, рейтинги, челленджи, мини-игры и виртуальные награды. Например, пользователи могут зарабатывать очки за активность, получать значки за выполнение заданий или участвовать в соревнованиях с друзьями. В образовательных ботах можно внедрить квесты или тесты, а в коммерческих – реферальные миссии с бонусами. Мини-игры, лотереи или даже рандомные кейсы с призами способны удерживать внимание аудитории. Хорошая геймификация должна мотивировать пользователей на повторное взаимодействие. Главный плюс – повышение вовлеченности и удержание аудитории в боте. Минус же – сложность реализации. Ведь систему нужно тщательно продумать, чтобы она была интересна. Ну а если тебе был интересен этот ролик, то тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Ссылки на все социальные сети находятся в описании. Ну а с вами был Лайкус. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok